Девушки отдыхают Чтобы поджечь эту же ровню Давайте так и сделаем Совсем забыл, отвлекся Так, поехали, как-то вот так вот, наверное Да, загорелась Это хорошо Давай идем сюда, еще интересное замечание Мне сделали в прошлой Серии, короче, вот касательно Фреи Сейчас, тут он Да, еще, короче, три яблока, у нас здоровье будет больше Так вот, интересный момент Она вот тут рассказывает нам, вот эта вот девочка Что, короче, мы тут плохо обращаемся С животными, там, да Что вот мы такие негодяи, постоянно Меня тыкает всяким дерьмом А сама бросила Свой дом черепаху Подыхать медленной смертью Вообще ни разу к черепахе не вернулась И там бедняжка-черепашка Погибает, и вот она Она вот, да Рассказывает нам, как мы Херово обращаемся с животными Это вот мне просто забавляет больше всего Особенно ее вот эти вот другие норовоучения То есть она Отвратительная мать Которая вырастила Просто чудовища Тупорылая абсолютно И она там нас пытается Норовоучать Вот, типа, это что такое вообще? Такие двойные стандарты Получается Так что ли, да? Короче, я просто честно не понимаю Сценаристов И вот как можно потом сценарий Этой защищать После того, как там Вот такие вот нестыковки То есть здесь явно видно, что Вообще здесь такая хрень Сейчас расскажу вообще Вот в сценарном искусстве Вот когда вот делают сериалы Например, есть сценаристы Их обычно огромное количество, да? А есть шоураннер Шоураннер это тот человек Который собирает все Что в итоге написали Да, вот эти вот все сценаристы Обычно каждый сценарист Ну, пишет Какие-то куски Для каждого персонажа То есть там Одного персонажа пишет Один сценарист Другого персонажа пишет Другой сценарист Потому что шоураннер Все это вместе объединяет И в итоге двигает шоу вперед, да? Здесь примерно такая же история Скорее всего была Вот эту вот деваху Описывала, видимо, какая-то там такая Фемка Жена-ненавистница Мужененавистница, да? И вот получается Так нужно повесточку же добавить Да, вот эти вот бредни Которые писали для нее специально Вот пытаются в игру интегрировать Чтобы соответствовать Современной повестке И это выглядит настолько Инородно Что просто трындец Потому что видно Что есть части Которые написаны Грамотными сценаристами Там вспомнить даже сначала Да, вот Потрясающий Абсолютный диалог И потрясающая встреча Одина, Тора И с Кратосом, да? Видно, что это делали Одни люди А вот здесь Вот эту вот арку Вот ее Которую сейчас интегрировали Абсолютно вот, блядь Я не знаю, искусственно В этот сюжет Ее писали совершенно другие люди Просто, по сути Они отказать не могли Потому что потом В итоге бы последовали Всякие обвинения Всякое дерьмо, понимаешь? Авторов Что там в сексизме Или еще в чем-нибудь Обязательно, короче В сюжете должен быть персонаж Который опускает белых стильных мужиков Вот это вот обязательно Сейчас вот у нас В игровой индустрии И в кино И вот это Как это в принципе Может нравиться Честно, для меня Большая загадка Как можно после этого Говорить, что она Прекрасно прописана С персонажа Вообще замечательная баба Но я даже не знаю Знаете, вот Пока ты не задумываешься И играешь Может тебе и так показаться Действительно Но когда начинаешь Потихонечку разбирать Что она несет И вот сравнивать ее С теми поступками Которые она совершает Получается очень странная картина Говорит она одно А делает она совершенно другое Поначалу опять же Да, складывается Типа, ну, ощущение Что тебе персонаж Ты неплохой Но со временем Чем больше она болтает Чем больше она нас упрекает В чем-либо Да, вот хочется у нее спросить А ты не делаешь ли то же самое? Какое право ты имеешь Там упрекать Кратоса В том, что он там Что-то не так Со зверушками делает? Он, по крайней мере Там плюс-минус За ними ухаживал Они вот Сытые Да, он там может Их не быть Но это, сука, волки Блядь Ну, слезет у них Этот вот шерсть У них в дикой природе Эта шерсть слезает Да, ёб твою за ногу Да Ну, чё, они там грязные Но они там могут В снегу поковыть Откуда вообще здесь грязь может быть? Тут снег кругом, блядь Короче, ну, блядь Вот реально какая-то херня По-другому я это описать не могу А потом мне ещё Просто в комментариях Предъявляют Что я, блядь В предвзяток игре Отношусь там Доёбываюсь до чего Да тут, блядь Дело не в доёбках Тут просто Посмотрите на вещи Под критическим углом Ну, типа И немножко голову включить Если голову не включать Пока ты играешь То, конечно Тебя всё будет устраивать Абсолютно всё Тебя будет устраивать Понимаешь В этой истории Тебя вообще ничего смущать не будет Потому что ты не думаешь Ты просто поглощаешь Что-то тебе показывают Без вопросов Короче, капец Вот, то есть Фанаты Вот этой части Бога войны Ну, они Очень странные люди Вот в плане Ладно, там игра понравилась Хер с вами То есть Я вообще ничего против не имею Понравилась и понравилась Но Пытаться меня ещё В комментах оболгать Что я тут что-то Блядь Специально Да зачем мне засирать игру Блядь Если мне Игра 2018 года Безумно нравится И я очень хотел бы Чтобы эта часть Соответствовала Тому же уровню Хотя бы Но она не соответствует Соответственно У меня есть вопросы Я вам наглядно Демонстрирую Почему у меня к ней вопросы Но оказывается Это не Критический взгляд На вещи А это засирание Понимаешь Ну, блядь Ну, это пиздец Вы в интересном мире Живёте, ребята То я не так играю То я не так исследую Блядь Ну, это просто пиздец Да, действительно Тут нужно просто Обладать 140 IQ Чтобы правильно играть Богу войны И скажи тебе Скажу Тут всё обследовать Сейчас, подожди Сначала сюда за рулем Посмотрим, что у нас тут Опять же Моментами я наоборот Блядь, хвалю игру Но здесь Проблема в том Что есть её за что ругать Особенно учитывая Тот факт Что ещё раз повторяю Да, я в прошлый раз ошибся Игра стоила не 250 миллионов А всего лишь 200 Всего лишь 200 миллионов Блядь Ну, каждый себе разработчик Может позволить Такую сумму денег Этих 200 миллионов Не видно вообще В этой игре Вот серьёзно Её просто не видно Этих 200 миллионов Прошлая игра Стоила дешевле Но там прикол В чём ещё Учитывайте, ребят Прошлый бог войны Сейчас я спичи закончу Потом пойдём вперёд По сюжету Короче, прикол в том Что прошлый бог войны Создавался вообще с нуля Все механики Делались с нуля Всё сделалось Просто с нуля Эта часть Сделалась на базе первой То есть был уже готов код Были готовы анимации Уже всё То есть база была Основа полностью готова Локации частично Тоже были готовы Они сюда перенесли Без изменений Частично И при всём при этом Куда делись бабки-то Ёб Где Где деньги-то Потраченные на игру Я их просто не вижу Да, она выглядит дорого Я не спорю Но не на 200 миллионов Особенно учитывая Какие дурацкие здесь Ошибки Геймдизайнерские Учитывая Сколько бабла Опять же Должны быть профессионалы Просто во всём Учитывая Какой здесь Кривой баланс Сломанный Искусственный интеллект И куча других проблем То есть здесь Куча врагов Перекочевали напрямую С первой части Без изменений Здесь добавили новых врагов Которые кривые Косые И неинтересные Много вопросов Просто Вот гигантское количество Вопросов Куда делись деньги Если у вас уже База была готова Это самое сложное Создать базу И придумать Многие моменты В игре Многие механики С нуля Это самое сложное А потом уже Гораздо проще Сделать сиквел А ты во-первых Быстрее Соответственно Ты денег меньше потратишь Потому что у тебя Штат будет собственно меньше И он будет соответственно Потреблять бабла меньше За Когда у тебя Короче период разработки Ты соответственно Меньше зарплат платишь В итоге Тихо Надеюсь норны укрылись Где-то внутри В тепле Должен сказать Я совершенно не скучал По Мидгарду Накрытому Фимбулвинтером Мы скоро узнаем Стоять Ну здесь я уже Перерос в уровне Кстати Давай сюда Давай сюда Ой блин Забыл Стоп Да ты прикалываешься Накосячил Давайте еще разок Надеюсь норны укрылись Где-то внутри В тепле Должен сказать Я совершенно не скучал По Мидгарду Накрытому Фимбулвинтером Стреляю Берегись Следующий Да твою мать Да блядь Нажал же Твою мать Да чтоб тебя Подожди Отходим То сейчас погибну Скорее всего Как обычно Очень не вовремя Да Ёб твою мать Слишком поздно Ну здесь в принципе Все понятно А то есть Типа так и задумано Было Она была сразу Какерню мочить Да Все Пойдем сейчас куда А вот так это работает Интересно Ну-ка вот смотри Надо еще прокачать Наверное Свой уровень Сейчас погоди Давай сюда Здесь срезик Сразу И во первых Можно подлечиться Да я понимаю Да вы что Прикалываетесь Блядь Да вот Ну что вы делаете Вот вы меня Объясните Разработчики Почему я не могу Просто даже банально Срез открыть Потому что вам Этого не хочется Вот опять же Я еще раз повторяю Разработчики Очень любят делать следующее Они любят менять правила На ходу Потому что разработчикам Не хочется Поэтому вы не можете Подойти к этим вратам Вы просто не можете К ним подойти Потому что разработчикам Не хочется Разработчикам не хочется И поэтому вы не можете Просто взять и скинуть Здесь открыть срез Почему Потому что им не хочется Они меняют правила Когда им захочется И из-за этого Есть куча претензий Как раз таки К разработчикам Блядь Так игра работать Не должна Потому что получается что я постоянно обманывают ну а теперь я могу подойти а вот теперь почему-то я внезапно могу подойти видишь какая вот объяснили хотя бы хотя бы одну причину почему я раньше не мог этого сделать вы понимаете логика отсутствует в самих правилах игры и опять тупик ну и чё типа не здесь я так понимаю да теперь нужно уходить отсюда ладно пошли а ну там и с той стороны были поэтому да сейчас мы едем в другую сторону куда на этот раз она жестоко и жалостно все . там было теплее куда волки смотрят туда что ли да теперь туда сюда туда хорошо давай мне кажется или это можно сломать не откажется сейчас налево получается я правильно понимаю ну бабло просто нужно было забрать вы же понимаете вот сюда хорошо ну пойдем странный звук какой-то я слышу что погоди стой ну это чуть дальше пройти там откроется а здесь у нас еще много чего осталось до путеводный свет зарытая сокровище вороны одина уже все найдены здесь три артефакты легендарный сундук один хорошо слышу звук кузнеца ни хрена о опять эти твари да что такое а мои любимые враги не а а а а а а а а а да я знаю без тебя хорошо вышло во наконец таки а еще есть что-то я уже отвык значит продолжим искать вернемся к волкам сейчас погодим теперь чем мы делаем смотри вот это мы забираем там можно наверх подняться я просто слышу опять же кузнеца нужно зайти там либо синдри либо брок полюбом наверху да скрытый регион оказывается заброшенная застава ничего поехали смотреть чем мы можем улучшить топор топор улучшить мы не можем топорище тоже пока назад пинки хаоса не могу улучшить а вот подожди кого-то улучшить можно вот это скорее всего да да давайте давайте хорошо теперь подожди щиты это не улучшить ну ничего и улучшить нельзя хорошо броня пошла не хватает здесь ладно а вот здесь хватает в принципе вполне давайте для бедер не хватает и здесь смотри можно улучшить да еще одному не сделать здесь вроде как все особые предметы погоди-ка я хотел купить здесь смотри здесь чары есть хорошо реликвии рунные способности аксессуары погоди-ка я хотел простой камень превосходный камень воскрешения покупаем здесь вроде как все теперь чё хотел еще сделать секундочку реликвия это у нас что делает вообще улучшение так получение прилива ярости оглушает оседних да давайте так и сделаем прокачаем дальше потом здесь спартанская ярость и она дальше же качается да да она тоже качается кстати так слову теперь постой амулет его чё-то можно еще сюда вставить да сущность йотунхейма преимущество набор увеличения максимальной ярости кратуса в зависимости от живучести ну это понятно то же самое печать падающей звезды печать великого атак получается увеличение любого урона от приема кратуса смерти с небес и кувырок двойное нажатие ускоряет спад эффектов горения о кстати неплохо у тебя там чё подожди у фреи давай-ка посмотрим что там можно прокачать наверное да рунные стрелы накладывают существенно более сильный негативный эффект звуковые взрывы вызванные фреи обладают увеличенным радиусом действия фрея сражается более агрессивно чаще парюр атаки совершая натиск фрея принимает облик валькирий и выпускает град стрелу неплохо фрея может вызвать лианы которые оплетают лежащих врагов и выпускать облака яда давай подожди броня у фреи чё там такое королевство ну пускай будет для разнообразия чё ещё тут есть рунный запас применение рунного призыва мгновенно восстанавливает весь запас рунных стрел и ненадолго усиливает их понятно сейчас секундочку хотел просто узнать два ворона одина здесь легендарный сундук один легенды 2 и артефакт 1 хорошо ой не то сорян перепутал ой не туда ну там спрыга нет вниз что-то звуки странные какие-то как будто есть враги да а ну да ой ну ладно не получилось а эту херню нужно уничтожить точно подожди стой в конце видео почитаю стоп вижу точнее я слышу чутка не долетела нужно повыше брать по всей видимости чутка перелетела ладно давай вот так примерно да ты прикалываешься вот отлично тролль что-то чую он конечно там счете проснется да вот что то есть у меня такое подозрение грустно видеть во что превратилась родина силу если захочешь прогуляться по ее царству любила кого-то до меня самое страшное что можно узнать о любите смотрим тут вроде все пойдем дальше вон там внизу еще то есть смотри ну как нам это сделать это поднимается хорошо вот и погоди вон там еще я вижу сундук да да ты прикалываешься охерительно два раза чего там она это кошельнула и я умер класс супер на один уровень враг меня выше всех он один ептать просто жесть какая-то разработчики вы прикалываетесь вода и как так просто кратос это убить я оказалась до 2 раза чихнул и все и бог войны повержен и более ладно хорошо все нормально да твою за ноги что прикалываешься да твою за ногу ты угораешь сейчас да чё третьего у да блин у меня просто мало здоровья уже оставалось да я что-то честно говоря не понимаю как бы немножко баланс здесь есть то враги блять третьего уровня то четвертого то сразу пятого то есть это все перемешку что у тебя вот здесь вот происходит я не совсем понимаю как они это балансили честное слово ну вот чё это за херня ну этот все сразу упал он уже подняться смог ну ничего себе ну все теперь что мы делаем смотри ну я так понял раз вот этот вот хрен поднялся значит здесь мы можем спу не можем не можем как же он залез сюда мне просто интересно а вот здесь спуск был да все это время видишь как хорошо что я врага скинул о здрасте как она да блять да я понял блин я пытаюсь предпопасть музыкальный инструмент он с твоей родины да играть умеешь да нет ну здесь видишь типа эту херню нужно опустить сначала ну как я могу опустить ее отсюда вот в чем вопрос ладно разберемся чуть позже давай сейчас сначала сюда залезем а вот как это работает все я понял да погнали вниз ну давай а нужно наверх наоборот потери бонька ли потери бонька ли потери бонька ли только вот здесь а вон видно да получается нам только туда осталось идти потому что вроде как мы плюс-минус все осмотрели теперь здесь погодите-ка ну конечно я так и знал сучара хитрожопые блин ага понял принял ну а все это херня уничтожено там уже бежит враг я вижу да но здесь ничего нету да вроде нифига что то ему не очень повезло фрея молодец сейчас я тебя хвалю продолжай в том же духе я возьму тебя на полную ставку на работу а а смотри это по идее можно сломать да сосули мы сломали ну ты погоди тут вроде нихрена нет мы можем пойти дальше вот туда стой ой не туда а что то здесь не так я понял смотри все сначала мы делаем как не туда Потом поднимаем наверх Вот так, да Ну, ниже мы уже никак не спустимся Наверху я тоже ничего не вижу Подожди, я тут увидел только что тело Это такой шлем? А, это просто, в смысле, да Это просто замерзла башка, я понял Потом мне показался странным Этот шлем, который был, как я думал, что это шлем Теперь туточки Давай наверх Может, руны поведают нам что-нибудь Об истории этого места? Да-да-да-да Не может быть Может Сильная руническая атака Сокрушительная атака по площади Накладывающая эффект заморозки на всех соседних врагов Ну-ка Бэмс, хорошая штука, кстати, между прочим Бэмс Ну, у меня не хватает опыта Пускай будет, попробуем Я знал, что из частей сложится ключ Не терпится узнать, от какого замка Угу Это, кстати, интересно Проклятие Сигрун Открыть дверь сокровищницы Ну, а пускай отслеживается Да, это задание Посмотрим, по идее, это же здесь Но сначала, я так понимаю, что нужно Все-таки ключи восстановить, да? Ммм Подожди, не Как-то интересно, я спускаюсь Я здесь не был вообще, да? Получается так Я все здесь нашел? Да, все нашел абсолютно в этом месте О, здорово А, подожди, стой Ты как, брат? Да твою мать Да что за фигня? Нужно блокировать именно Да подожди Мы тут быстрее вас Сначала разобраться Сначала разобраться Какие ж, сука, они бесячие и живучие Фух, получилось Стой Понял Еще не все Где еще последнее? Все Фух, блин Напряжно, трындец Король Хельги Перебил всю ее семью Поскольку не мог Заполучить Сигрун Лишь ее брат Принц Даг Выжил И убил Безумного короля Сигрун и ее брат Из-за этого Австралии За все то время Что мы с Сигрун Провели вместе Она ни разу Об этом не упоминала Может ей нравилось Как ты на нее Смотри Чем могу помочь? Вот смотри Особые предметы Подожди Это не тоже, да? А, королевья Валькирий? Так что нужно? Сейчас, подожди Секундочку Ключ-то можно Болит А, это Только когда волнуюсь Сейчас, погоди Да, блин Расколотая печать А ты выпускает Самонаводящуюся стрелу печати Которая поражает Что-то там Несколько врагов Одним выстрелом Но это нам не надо Подожди Чара, но это не то Значит, получается Ключ Ничего не нужно ковать И что-то там будет делать Я правильно понимаю? То есть мы просто Его собрали вместе И после этого Спокойно Ну, используем Хорошо Ладно Без вопросов Ну, сейчас Давай подлечимся Да, я хочу Подлечиться И восстановить Бомболейла Странно, что вот здесь Есть, как бы, ну Этот дерево Которое можно Использовать против врагов Но врагов здесь нет Типа, нафига Это сделано А, ну типа Это, видимо С расчетом на то Что когда там враги Выбежали Сюда их выманить И ударить их деревом Ну, это тоже странно Ну, типа Дерево нужно было Ставить там Потому что бой Проходит там Либо здесь еще будут Враги в дальнейшем Либо я хер знаю Честно Я уже хочу Увидеть замену Валькириям Вот просто Там мнения Разошлись Одни говорят Говно Другие говорят Прям прекрасная вещь И вот просто Мне самому Интересно узнать Кто Кто прав-то В итоге Говно Или зашибись Скажите мне В комментариях Мне далеко До этих До этой Замены Валькирии Или нет Ну сюда Я не пройду Пока Подожди А куда мне ехать Ам Мм Это вот сюда Поворачиваем Ты же видела Сигру Как она Когда Кратос Освободил ее От проклятия Она лишилась Телесной формы И до сих пор Ее не обрела Но все равно Старается Помогать Как может Хотя На самом деле Это я Перед ней В долгу Стой Я надо Готовься К бою Опять вы Я понял Нихера Сука Здоровье Снял Дяденька Ну да Заебись Не буду воскрешаться Потому что Оно это Типа Вообще Дурацкая смесь С двух ударов Буквально То есть Это очень странно То есть Враги Даже Ну типа На полуровня Выше чем я И они меня Выносят С двух ударов Ну типа Это не дохера ли У них урона Учитывая еще Особенно мою полоску ХП Иди Иди сюда Иди к папке Ну погоди Это ж по идее Не откроется Да Это раз Второй момент Здесь у нас есть Легендарный Сундук Норм Точнее Очередной Очередной Кусок Статуи Тюра Отлетевший За озеро Видимо В итоге Застрял В этом здании Подожди Стой Наверное Оно было Спрятано Подо льдом А щит Его разбил По-моему Грубая сила Здесь не поможет Да ладно Подожди Ага Вот как и здесь Интересно Сделано Подожди Кажется Наоборот Нужно сделать Сначала А подожди Стой 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 Вон там Я вижу Да Не достаю Ладно Ой Не то Не то Хорошо Это раз Угу Но Смотри Вот здесь какая-то хрень Кажись Я понял Потом мы делаем Вот так Вот Ну не так Ну вы поняли Вот Все хорошо А в смысле А что Типа там Не до конца Открылось Сейчас Погоди Что-то не так Да ты Постой Я это И это самое Просто мне Интересно Хм Постойте-ка Ну и там Закрылись Получается Другие врата Да Ну давай Сначала Зарезим Хорошо Посмотрим Что это нам Даст Кто-то там Есть Да я уже Слышу Ну да Хорошо Это работает Согласен Здесь Здесь что-то Нифига Вот Смотри Это ж по идее Как-то можно взорвать Да И как Вопрос на миллион Это делается По всей видимости Не отсюда Нихрена Да Хм Ладулька А вон Смотри Еще одна Жаровня Это раз Как ты ее Не сразу Заметил Хорошо Это вторая Жаровня Здесь Теперь третью Осталось найти Ну ты погоди Вон там С той стороны Видишь Ну-ка Хм Ну-ка 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 Вон там Что-то есть Смотрите Видали Что это такое Сейчас будем Разбираться А можно Сразу вниз Прыгнуть Кратос Нет Нужно именно По этой херне Лезть Ладно Теперь Короче Смотри Что я предлагаю Я предлагаю Сделать следующее Бэмс Бэмс Херакс Залезть Да я могу Могу Вот Да Ну теперь Мы можем Там Если что Пройти Но ты погоди Сначала Давай Вот так Сделаем И Ищем Жаровню Но здесь Ее видишь К сожалению Нет Интересно Куда они Ее засунули То блин А вот Смотри Что-то можно сделать Еще раз Можно сломать Ну-ка Нет Нужно сначала Короче Эту штуку Отодвинуть Да я понял Я просто думал Что можно сломать Я просто предположил А ты меня тут уже За предположение Начинаешь Блять Мораль читать Смотри Тут опять же Я жаровню Просто ищу Вот А что ты сразу Не мог В прошлый раз Так сделать Кратос Короче Теперь мы Делаем Вот так Вот Смотри Текс Подожди А Ну есть Получается Еще Одна Шестерня Просто Ага Короче Да По всей Видимости Это Именно Так Вон Она Видишь Короче Я понял В чем Суть Да Сейчас Получается Мы поднимаемся Наверх Тухерню Двигаем Просто Один Момент Я предлагаю Сразу Сделать Несколько Иначе А Не Получится Придется В любом Случа Лезть Туда Во Во Сейчас Оно Должно По идее Сработать Я Обратил Это Внимание Теперь Осталось Только А Подожди У меня Еще один Момент Ты сюда Можно залезть Так Просто Вроде Интерес Решил Проверить Нет Нифига Пошли Теперь Что мы Делаем Смотрим А Подожди Не То Что Ты Вот Так Вот Отлично И теперь Это должно Сработать Короче Смотри Что мы Делаем Сначала Вот Так Ой Куда Ты Стреляешь И Теперь Вот Тут Вот Так Вот Блин Промазал Чутка Да Не то Слово Че Она Там Пиздит Все Че Я Опять Не Так Че Я Опять Не То Сделал Просто Объясните Мне Пожалуйста А Блять Ой Капец Заходи Давай Не Выделывайся Еще Как Теперь У нас Есть Обе Части Ключа Проверим Подходит Лун Зам Хорошо Давай Сейчас Мы Быстренько Откроем Сундук Норн Посмотрим Че У нас Там Один Из Четырех Рогов Понятно Понятно Теперь Здесь Смотри Это По идее Можно Блять Нихуя Не Вижу Что Происходит Интрига Ну На этом Все В общем-то Ребят Спасибо Что Смотрели Да я шучу Конечно Я не так С вами Не поступлю А вообще-то Поступлю А вообще-то Нет Ладно Пошли Че там Здрасте О здорово Давно тебя Не было видно Слушайте Ладно Я возьму Топор А Ага Даже так А интересно Ну да Опять Враги С первой части Поэтому Вау Эффекта У нас Тут очки Нету Нифига Ну вот Серьезно Почти Все враги Это С первой части Ну вот именно Хорошие Относительно Враги Они все С первой части А второй части Какая-то херня В основном Давай Это что за приколы Блядь Помню Фух Черт Забыл Блют Эту херню А что у него здоровье Восстановило Блядь Да какого хрена Че происходит Да блядь Не то Это сам напросился Братан Я тебе сразу говорю Зря ты это делаешь Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Что-то новенькое. Нет, брат. Давай ты. Сигрун прокляла брата за то, что тот убил безумного короля. Нет. Правда? Она не знала, что король убил всю ее семью. А когда узнала, было уже поздно. Проклятки было наложено. Вот почему она стала Валькирией. Чтобы искупить беду. Ты же знала о семье Сигрун, да, Фрея? Забавно. Теперь я только сильнее ее люблю. Она выбрала меня, несмотря на мои ошибки и недостатки. То, что и у нее они были, сближает нас. Отрадно слышать. Ага, смотри. Тут, в принципе, да, мы тоже все нашли. Сейчас, секундочку. Давайте пока что на этом все, ребята. Почитаем лору немножко. Касательно даже сегодняшнего, да? Что у нас там? Легенды? Враги, метки легенд. Подожди-ка, про Сигрун у нас где? Прочитанные руны, свитки, Человек Зимы, Шлем Тюра, правый браслет Тюра, предательница, молитва Фреи. Подожди. Ну тут, в принципе, короткое все. Давайте прочитаем это. Человек Зимы. Убить Человека Зимы. Похоже, эти руны вырезаны налетчиками, но я не знаю, кто такой Человек Зимы. В последнее время атаки налетчиков участились. Может быть, из-за него? Шлем Тюра. Завоевывай умы, а не земли. Надпись на шлеме Статуи Тюра. Радикальная философия для бога войны. Копье Тюра. Стремись к миру, готовься к войне. Надпись на копье Статуи Тюра. Не могу не согласиться. Правый браслет Тюра. Железный мир лучше Золотой войны. Надпись на браслете Статуи Тюра. Железо намного прочнее золота, но иногда мир бывает хрупким, словно яичная скорлупа. Предательница. Найдена возле разрушенного храма в Ванахейме. Многие здания этого мира были разрушены стихийными бедствиями или инхериями. Храм Фреи пал по другой причине. Когда она ушла из Ванахейма, он был разгромлен теми же самыми почитателями, которые когда-то построили его. Они сочли ее свадьбу предательством. Трусливый способ выразить осуждение. Молитва Фреи. Пусть Фрея не отступит. Подданные Фреи любили свою госпожу, но, похоже, они давным-давно покинули эту деревню. Не знаю только добровольно или по принуждению, но у меня такое чувство, что теперь эти слова звучат горько. Разбитая история. Эти руны мы нашли на территории темных эльфов, рядом со статуей их предков, которые жили здесь до разделения света и тьмы. Это явно послание, но о чем и кому? Либо эльфы видели эту статую и не обратили на нее внимания, либо их больше интересует власть над светом. Бесконечность. Отдадим должное светлым эльфам. Красота этого храма превосходит все, что я видел в девяти мирах. Только подумать, всего две зимы назад она была скрыта тьмой и ульем. Впрочем, наверное, это тоже было по-своему красиво, но все равно. Белый мрамор золотой отделки нравится мне намного больше. Терпение. Надпись на глубине пещеры темных эльфов. Возможно, здесь у них была застава для набегов на храм. Подходящее место, чтобы следить за врагами и планировать новые атаки. Кузня вперед. Это может быть как легкомысленная шутка, так и свидетельством недовольства гномов властью Одина над Свартальхеймом. Можно ли назвать прогресс прогрессом, если он достигается из-под палки? Карьер. Согласие на совместное горнодобывающее предприятие Асгарда и Свартальхейма. Не знаю, кто вырезал эти руны, но он хорошо владел сухим казенным языком, сформировавшимся за десятилетия систематического террора и угнетения. Хранилище. Вид на хранилище. Даже не знаю, что тут сказать. Не всякие руны скрывают в себе удивительные тайны древности. Иногда это просто очевидные подписи. Давительница Эдл истребила здесь целых 20. Легенда или похвальба? Жаль, что это Кадлин уже не сможет поделиться с нами опытом. Здесь все. Подожди-ка, вот мне просто интересно. Просто про Сигрун хочу почитать. Угу. Подожди. Метки легенд. Это что такое? А. А, вот, да, по-моему, это здесь. Смерть Хельги. Проклятое имя. Ну, хорошо, давай эту сейчас ветку всю за это самое зачитаем. Предупреждение. Если ты можешь это прочесть, возвращайся к работе. Живая пустыня. Жемчужина Альфхейма. Это наша самая священная плодородная пустыня, знаменитая несравненным разнообразием живых существ. Среди ее барханов водятся и величественные хафрукфы, и с их сладкой песнью песков, и многочисленные виды черепах, и ящериц их ярты, и тучные стада газелей и эбексов. Все ее обитатели живут милостью великого света. Остановись, узри и задумайся, береги свой мир. Предназначение башни. Сейчас эта башня служит военной заставой, однако ее архитектура указывает на то, что до разделения света и тьмы у нее было другое предназначение. В архивах я не нашел никаких упоминаний о нем. Впрочем, это неудивительно, если учесть, сколько рукописей было уничтожено за все это время. Но даже отсутствие информации в данном случае говорит о многом. Насколько нечестивые церемонии, чуждые нынешнему порядку вещей проводились в этой башне, если даже библиотекари стерли все упоминания о том, для чего она предназначалась. У меня такое чувство, что ответ на этот вопрос может стать ключом к примирению. Сверхъестественное. Перед этой табличкой с надписью «Сверхъестественное» сидят два гулона. Они заряжены в сани и ведут себя совершенно спокойно. Странно. Сколько они уже тут сидят? По-моему, они выдрессированы не хуже спеки и сваны. Гармония. Там, где царит мир, есть только одно преступление нарушения этого мира. Оглянись вокруг, земля и ее обитатели живут в гармоническом равновесии, таком же постоянном, как движение солнца и луны. Но это равновесие хрупкое, его легко потерять. Жестокость, тщеславие, эгоизм – вот силы, способные нарушить гармонию Ваннахейма. Это силы асов. Мы – мирный народ. Но мир невозможен без силы, способные его защитить. Земля смерти. Предупреждение каждому, кто ступит на этот колчок земли. Мертвые здесь не умирают, а днем и ночью, в дождь и в жару. Они служат воле своего повелителя. Если тебе дорога жизнь или посмертный покой, немедленно уходи, чтобы избежать колдовского плена. Земля у тебя под ногами пропитана некромантией. Садовые работы. Кусты гала, четыре пассажа. Ну, это фигня всякая, нафиг она надо. Херня какая-то. Призыв к оружию. Жители Ваннахейма. Моя сестра бросила нас. Один превратил наш мир в тюрьму, а Фрейя сбежала вместе с ключом. Есть только один выход, и он будет неприятным. Мы поднимем оружие, мы покажем асам чей-то мир. Мы пойдем на войну. Фрейер. Живой шедевр. Воистину нет лучшего материала для творчества, чем живое зеленое дерево. Каждая ветвь – это холст. Вместе с этим могучим и древним существом мы пытаемся совершить невозможное. Моя рука лишь задает направление с помощью подвязок и подпорок, а жизненная сила этого священного великана позволяет моему труду обрести форму. Пусть мое искусство всегда останется выше тех, кто хочет его увидеть. Оно не для вас. Жертва Сейдр. Боюсь, что мои товарищи недостаточно решительны. Если мы намерены изгнать асов из Ваннахейма, нам следует оставить сомнения. Жертвы должны быть принесены. Если сделать это, хватит смелости только у меня. Что ж да будет так? Жизнь – мой крик, смерть – моя песня, кровь – моя вера, я месть этих земель. Все, что я могу. Никто не обещал, что дорога будет легкой, но я все чаще задаюсь вопросом, смогу ли я вообще завершить это паломничество. На подъеме я поскользнулся и начал падать. Сердце рвалось из груди. Мне показалось, что у подножия этой скальной стены меня королит смерть. К счастью, я успел остановить падение, но сильно отцарапал колено. А еще, похоже, мои руки покрываются мозолями из-за грубых камней. Да и спина уже жалуется на рюкзак, который я не снимал несколько дней. А от мысли обо всем этом начинает болеть голова. Подарять этот путь, значит, с ним справится кто угодно. Церемония. Сегодня погода благоволит нам. Солнце светит, посылая свои теплые лучи сквозь листву окрестных деревьев. Запах горящих пучков можжевельника веселит душу. Гости рассаживаются по местам, нарушая тишину зала вспышками радостного смеха. Час приближается, предвкушение церемонии становится все более заметным. Пир. Стол полон лучшие блюда кухни ванов и асов символизируют единство народов. Сочные фрукты, возбуждающие аппетит, подаются вместе с жареной цыплячьей кожицей. Густо посыпанной солью. Вторым блюдом станут тыквы в медовом соусе и хлеб, испеченный в лавовых трещинах Эльди. Центр стола занимает сихренир. Впрочем, многие ванны, скорее всего, откажутся от этого блюда. Рядом возвышается гора кусочков нежного мяса. Малыши сегодня ночью тоже не останутся голодными. И, конечно же, слуги уже выкатили бесчисленные бачки меда, чтобы утомленные гости могли утолить жажду. Сегодня мы пируем так, будто завтра утром начнется рагнарек. Каштановый венец. Финальным штрихом перед церемонией становится заплетение кос Фреи в соответствии с традициями ванов. Цветы блотберга для красоты, люпиновое масло для блеска, зеленые листья вокруг венца, вдыхающие жизнь в металл. Она лучезарна, как летний утренний дождь. Благословение двоих. Благословение союзу Фреи и Одина. Процветание народа Ванахейма и Асгарда. Как светит солнце и блестит луна. Так наши земли будут жить в мире. Гель Раубы пепельный и неистый. Потерпевшие. Придумайте любое большое число, а потом умножьте на два. Режим отбытия наказания. Сон нота. Место отбытия наказания Ванахейм. Дата освобождения нет. Еще до того, как я их усыпил, эти тролли сожрали целую кучу гномов. Сомневаюсь, что удар пробуждающий реликвии улучшит их настроение. Только представьте, сколько времени они торчали на одном месте. Бррр. Прокурор. Альвис Кемнеступ Свартальхейм. Проклятое имя. Горе великой принцессе Сигрун. Ее сердце разбито, а разум скоро угаснет. Она совершила грех, которому нет искупления. Полюбила не того, кого должна. Человека прекрасного лицом и безупречного во всех отношениях. Кроме имени. Короля Хельги. Отец Сигрун, король Хегни, не мог одобрить этого брака по одной простой причине. Так звали его старого врага. Ненависть Хегни к Хельги была столь сильна, что он бы никогда не пустил человека с этим именем в свой дом. Но Сигрун все равно его любила. И она решила убедить отца, что любовь может и должна быть сильнее ненависти. Она жестоко ошибалась. Смерть Хельги. Прах к праху, кость к кости. Где не может жить любовь, там торжествует смерть. Так сказал принц Дагар. Мое копье окрасилось багрянцем. Справедливости кровью злокозненного короля Хельги. Зная его истинную и темную натуру, мой мудрый отец отказал ему в браке с моей сестрой принцессой Сигрун. Разгневанный король Хельги собрал войска и вторгся в наши земли, рассчитывая взять невесту силой. Его безжалостные воины погружали мечи в сердце каждого, кто был против этого нечистого союза. Мать, отец, братья, все они были настигнуты и убиты за то, что не дали злодею сквернить честь моей светлой сестры. И тогда я, последний мужчина в своем роду, пронзил проклятого Хельги своим копьем. Я исполнил свой долг и отомстил за родичей. Конец любви. Не было на свете любви более страстной и прискорбной, чем та, что укоренилась в сердцах светлой принцессы Сигрун и чужеземного короля Хельги. Хельги попросил руки Сигрун, но ее отец, король Хогни, ему отказал. И тогда Хельги собрал чудовищную армию, вторгся на земли Сигрун, убивая каждого, кто смел противостоять их союзу. Так погибли король, королева и все принцы, кроме храброго Дагра, родного брата Сигрун. Доблестный Дагр поднял свое копье и поразил им безумного короля Хельги. Узнав о смерти возлюбленного, оцепленная яростью принцессы, наложила на брата чудовищное проклятие. Когда ее взор прояснился, она увидела, что вся ее семья мертва и осознала свою ошибку. Но было поздно. Проклятие укоренилось в душе брата. Невыносимое сожаление, поднявшееся с глубин горя, переполняло душу принцессы. Пытаясь искупить грехи, она раздала богатство, отреклась от титула и трона, а потом посвятила свой разум тело и душу могучим валькириям. Она навсегда отреклась от своего сердца, ибо ее любовь оказалась слишком опасной. Блодук Стейн Потерпевшие 78 гнома и три прочих. Режим отбытия наказания Сон Нота Место отбывания наказания Мидгард Дата освобождения. Никогда, если ведьмы Ванахейма не изобретут зелье, превращающее агрессивность во что-нибудь более пристойное. Впрочем, если вам не терпится подраться, можете воспользоваться пробуждающей реликвией. Прокурор А.К. Он же... Как я устал высекать эти проклятые надписи. Ну, в общем, пока что все, но на самом деле, ну, я бы не сказал, что здесь много интересной информации. То есть, есть прикольные, например, вот самое интересное, то есть все, что мы прочитали, на мой взгляд, да, это про Сигрун. Вот это вот было интересно, действительно, все остальное, ну, просто вода. Ну, неинтересная, абсолютно чтива. Унылое говно. Вот про Сигрун было действительно интересно. Ладно, ребят, пока что все. Мы, в принципе, охватили сегодня много лора. Там осталась-то херня, там тоже другие, потом зайдем в других сериях и дочитаем все, что осталось. Спасибо, что смотрели. Что могу сказать по сегодняшним ощущениям? Ну, в принципе, типа, ну, обычное изучение мира, да. Немножко накаляли некоторые моменты, да, опять же, это связано с балансом, но так, в принципе, да, и неплохая была пространственная головоломка, хоть и простая, но неплохая достаточно. Сегодня пока нормально. Ладно, ну, опять же, без восторгов, ничего такого сверх... Знаешь, вот в начале был классный квест, помните, когда там в конце заканчивался квест, ну, такая херня влетала, я такой, бля, нихера, вот это было круто. Вот такого что-то до сих пор нету, то есть это разовый, что ли, был момент, и все, такого больше не будет, настолько вот квестов с вау-эффектом в конце, вот это все, что ли, на что способны разработчики один раз такое сделать? Ну, это не очень мне нравится, потому что там еще прикольно, что было в самом начале, то, что эта херня потом летала по миру, то есть ты как бы чувствовал, что ты влияешь на мир, проходя квесты, вот это вообще классно было. Ну, вот сейчас вот такое чувство, как будто они вот уже, знаешь, типа наспех начали клепать контент, и все. То есть все самое хорошее было в начале, а потом вот что-то как-то вот такое прям сильное сейчас провисание у нас в середине игры происходит, даже с точки зрения изучения мира, вот что самое печальное. Говорят, впереди еще Эпик будет, будет интересно и весело, но у нас середина реально прям провисает. Посмотрим, что будет дальше, ребят. Не забывайте тыкать пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, на телегу, подписывайтесь на новости канала. Также не забывайте поддерживать канал рублем, он помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все в описании. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok